Я хочу назвать сына Усман, как звали третьего праведного халифа, но везде написано, что нужно давать детям имена с хорошим, правильным значением, а у данного имени вообще нет значения, этимология имени не ясна, разные ученые дают разные значения. И если в тот момент, когда называть человека, сказать Абу Усман, обязательно ли каждый раз, когда ты зовешь сына, говорить Абу, или можно просто звать его Усман? Мне сказали, что если полным именем не называть, то это грех. Там несколько вопросов. В первую очередь, там не говорится, хорошим значением имя давать. Говорится, если даешь имя, дай с хорошим значением, если значение имеет. Например, Абдуллах, Абдул-Рахман, хороший раб Аллаха, раб милостого. Не давай Абдул-Шамс, а раб Солнце, раб Хусейна, раб Али, раб Фатима, который дает имя. Такие имена плохим значением не давать. Это имеется в виду с хорошим значением, чтобы имя было. Или же имена даются, имена праведных людей. Или пророков, или же люди праведных людей. Как давали наши сподвижники. Алимна Абиталиб, Абу Бакр, его сын был, Умар был его сын. Умар, тоже нету значения. Но был праведный человек, ты даешь это имя, желая, что твой сын тоже был похожим на него. И так же, если Усман дает, это хорошее имя. Не обязательно значение, человек, который это имя носил, был хорошим. Ты хочешь, чтобы был, соответственно, таким же, как Усман, шедрым, таким же богобоязненным, как Усман. С таким именем даешь. Когда Ибрахим дает имя пророка, но это значение не имеет. Это имя даже не арабское, Ибрагим. Юсуф не арабское имя. Из этого, или праведных людей имя. Главное значение, имя значения плохое не носило, не было. Какой-то бог, какой-то это, какие-то европейские имена дают, потом спрашивают, это означает имя богини какая-то, греческие или богини. Чтобы такие имена не были. Или какой-то был вопрос, можно ли носить имя Анжела, да? Да, имя Анжела или Малик. Любые имена можно носить, если значения плохого нет. Или же праведных людей имена лучше давать. Если даешь, например, я ухта Харун. Мариям, алейхиссалам, Аллах, в Уране про нее говорит, о, сестра Харуна. Там начали говорят, она же не была сестрой Харуна. Муса и Харуна, они до них были. А это Мариям, этот, после Муса, когда пришли, Иса, алейхиссалам, родила, ей обращают к Аллаху, я ухта Харун. Это означает, даже Бану Исра, они тоже праведных людей имена давали. Харуна имя дали брату Марияма. За то, чтобы Харун был пророком. Здесь тоже все это можно взять. Можно хороших людей имена давать. Ибрахим, алейхиссалам, имя дал пророку, алейхиссалам, своему сыну. И также много из подвижников давали имена Мухаммад, саллаху алейхиссалам, имена Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Хасан, Вал-Хусейн, Фатима. Праведных людей из подвижников имя даешь, желая, что это тоже такой же богобоязненный был, как эти люди. Валхамду лилляхи, Руббилаламин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова